Как строить отношения с парнем на работе, если я понимаю, что там он совсем другой? Я понимаю, что так вести себя нужно иначе, там не выживешь. Стараюсь быть смиренным, но когда задавливаю свой характер. Понимаете, близкие люди не должны работать вместе, муж и жена не должны работать вместе. Это очень опасно. Это приводит к разрушению семьи. Ко мне вчера подходила одна женщина. Они с мужем работают, причем он начальник, она подчиненный. И он начал уже в семью нести деловые отношения с ней. Как только деловые отношения входят в семью, так сразу энергия любви женщины задавливается. Мужчина начинает чувствовать неудовлетворенность, ему не хватает любви. Из-за этого он начинает искать других женщин или извращаться как-то. То есть у него крыша начинает ехать. Почему? Потому что энергии любви не хватает, а энергия любви должна всегда культивироваться в доме, в семье. Поэтому у женщины есть подсознательное чувство, что она не должна работу домой пускать. Ну то есть деловые отношения нельзя строить дома с мужем. И если это не работает, система, семья не развитая, бывают развитые семьи, они на работе работают, потом домой раз, пришли, все, до свидания, работа, семейные отношения. Развитая семья. Бывают неразвитые семьи, где люди не могут переключаться. Потому что переключателем является женщина. Если мужчина женщину не слушает, это значит, что он недостаточно разумный человек. Разумный мужчина всегда слушает свою жену. И всегда знает, как правильно делать какие выводы из этого всего. Женщина переключает семью на семейный лад. Но если мужчина не переключается, значит не надо с ним работать. Надо как-то найти способ перестать работать вместе с мужем. И тогда дома мы идем на работу отдельно, а домой встречаемся, дома как семья уже. Мы не обсуждаем работу. Это принципиально важный вопрос. Если, допустим, люди работают вместе, часто они теряют любовь между собой, близкие отношения. Ну бывает, и семьи нормально сохраняются, если они могут. На работе работаем, дома другие отношения. Какие аргументы привести мужа, чтобы он захотел вставать не в 11 утра, а в 6? Я расскажу вам, как у меня обстоят дела. У меня жена всегда очень сложно было вставать. И раньше я нервничал, думаю, ну как же так? Я читаю лекции по раннему вставанию, жена встает в 8, безобразие, что делать? И она когда чувствовала, что мне не нравится этот вопрос, она вставала еще позже. Почему? Потому что так устроена психика человека, когда он не может что-то делать и на него давит, он не может еще больше. Тогда я начал молиться и победил себе в сердце эту карму. Ну просто я спокойно начал относиться к тому, как жена встает. Почему? Потому что я понял, что ей тяжело вставать рано. Я это реально понял. Я почувствовал, как ей тяжело вставать рано. И я просто перестал ее мучить. Потом она заболела от позднего вставания. И я ей сказал так, очень ненавязчиво, аккуратно говорю, это из-за того, что ты поздно встаешь. И она так расстраиваться начала, говорит, я не могу вставать раньше, ты мне не помогаешь совсем, тебе все равно, как я встаю. Я говорю, ну давай я тебе буду помогать, скажи как. И она подумала, говорит, ты приходи и просто нежно говори мне, пора вставать и уходи, не трогай меня. Я начал приходить, просто ненавязчиво, говорит, пора вставать и уходить. Она не вставала. Но потом начала вставать. А потом я вообще придумал интересно так. Я прихожу и говорю, моя дорогая, уже 9 часов утра, еще 7 допустим. Ну на часик где-то, на 2 обманывал ее. И она такая просыпалась, уже такая, уже совсем недовольная с собой, встает, смотрит 7 утра и говорит, спасибо тебе, так здорово. Я думала 9, а еще 7. Ну в общем, как-то мы и так решили вопрос. Сейчас она раньше уже начала вставать. Почему? Потому что человеку нужна любовь. Если на него давят вот этим принципом каким-то, ты поздно встаешь, будешь болеть, то тогда он будет еще позже вставать. Потому что человек встает поздно, потому что он не может раньше, у него нет силы. А если человеку любовь дарит, через любовь приходят силы. Но если ты сама нервничаешь, что он поздно встает, значит это твоя проблема, твоя карма. Ты страдаешь за свои проблемы, за свои поступки, и он будет отрабатывать твою карму и вставать поздно. Ради тебя. Но если ты с любовью простила его, не сильно беспокоишься, когда он встаешь, а просто помогаешь ему, тогда все решается. Как мне воспринимать две смерти родных и близких? Сами они происходят по накануне и в день моего рождения. Вы знаете, у человека есть такие периоды астрологические, в которые полосой идут смерти родственников. Это закономерность. Астрологи могут сказать об этих периодах, это, наверное, несложно. Есть такой период, сады сати называется, в ведической астрологии. Когда наступает у человека этот период, там в определенный отрезок этого периода родственники друг за другом начинают уходить из жизни. Это все предусмотрено судьбой уже, с самого рождения человека. Поэтому не надо ничему удивляться, все равно мы все уйдем из этого мира обязательно. Я думаю, что через 70 лет никого не будет в этом зале присутствовать на этой земле, или может быть мало кто. Видите, будет пустой зал через 70 лет. Мы с вами временно живем на этой земле, племен. Поэтому надо спокойно к этому относиться, понимать, что вечность находится внутри нас. И когда мы живем правильно, она приближается к нам все больше и больше. Мы получаем более возвышенные рождения в этом мире. Большая продолжительность жизни увеличивается. Веда описывает это, что на высших планетах живые существа живут гораздо дольше, чем здесь на земле. Я даже не буду вам приводить цифры, чтобы вас не смущать. Потому что подумать, что я фантазер, не удивляйтесь ничему, что связано с жизнью и смертью людей. Мои сестры ребенок вне брака. Он живет в другой стране. И сам не принимает никаких решений по поводу их совместной жизни. Что делать? Стоит ли бороться за их семью, за этого мужчину, если он сам говорит ей, что не хочет с ней жить и обеспечивать ее? А тут как бы ребенку 8 месяцев. Так написано, как будто ребенок уже взрослый. То есть речь идет о муже, который живет отдельно. Ага, все понятно. Муж живет в другой стране. Ага. Вот смотрите, еще раз напоминаю. Есть люди, которые находятся в невежестве. Как определить невежественную жизнь? Пьянки, гулянки, половые извращения, наркотики, блатной жаргон, теневой бизнес, депрессия, желание никого видеть. Когда люди живут в невежестве, семья невозможна просто. Они просто сексом позанимались, разбежались, все, вот и вся семья. Если люди живут в страсти, то они... Понимаете, когда человек живет в страсти, у него психика направлена наружу. Психика направлена наружу означает нет глубоких отношений. Ну люди как иконы, понимаете, они ходят такие внешние. Они улыбаются, делают крутой вид там, друг другом ля-ля-ля-ля-ля-ля-пу, сю-сю-сю. А внутри ничего нету. Нет ни дружбы, ни отношений глубоких. И люди чувствуют глубочайшее одиночество в сердце. Почему? Потому что у них нет внутренней жизни. Они не молятся, не прощают, не просят прощения, не очищают свои отношения. Их жизнь поверхностную, внешнюю природу имеет. Если жизнь такая внешняя, люди не могут создавать крепкие семьи. И если они честно смотрят друг другу в глаза, они просто живут гражданским браком. Или не могут вообще вместе жить, расходиться. Поэтому это не вопрос. Вот понимаете, как взять, допустим, магнита одного полюса, два, и пытаться их соединить. Какой толк? Все равно они будут разлетаться. Хоть ты что с ними делай. Ну можно их завязать вместе какой-то изолентой там. А развяжешь, опять разлетятся. Ну понимаете, они так созданы просто, разлетаться. Пока человек из страсти не выходит, пока он внутренней жизнью не начинает заниматься, нет возможности склеивать семьи. Поэтому это все искусственно. Ну что вот делать людям, которые живут в страсти, и у них вне брака ребенок родился? Это же все от одиночества происходит. Ну вот зачем женщине спать с мужчиной, который не хочет ее брать замуж? Ну кому, какой женщине это надо? Вот поднимите руку, кому это надо из женщин? Ни одна женщина не захочет такой жизни. Это все происходит просто из-за одиночества. Понимаете? Вот люди живут, они целью жизни работу поставили, им надо развиваться, в карьере. Они внутреннюю жизнь не культивируют, у них психика направлена наружу. Это вызывает в конце концов отчаяние в сердце. Одиночество зашкаливает в мозгах. И постречался какой-то человек, с ним хорошо, поспали, зачали ребенка, родился, все. Почему так происходит? А потому что так жизнь устроена. Понимаете? Люди не могут в одиночестве долго находиться. Ломается психика у женщины. Она должна защищать свою жизнь. Она же рожает, вынашивает ребенка. Ей Бог дает знания, что нельзя ложиться с кем попала в постель. Женщина чувствует, давай сначала будем общаться. Давай сначала поймем друг друга лучше. Отношения построим, женимся, а потом будем уже в постель ложиться. У женщины, у любой, это в психике есть внутри. У любой женщины есть это чувство, что не надо прыгать в постель. Но она не может удержаться, потому что мужчине не нужно ничего, кроме постели. Он ее тащит, а она устала от одиночества. И все, и она просто поддается на эти провокации. Потом мучается всю жизнь. Ребенок внебрачный. Не надо сейчас об этом думать. Надо просто работать над собой, развиваться. Придет время, и Бог решит эту проблему. Если у ней, допустим, есть, другой человек появляется, она забывает про того и все. Или этот подтягивается, если она ему лекции даст послушать. Надо развиваться. Сначала, понимаете, люди часто пытаются как-то искусственно решать проблемы. Потому что боль возникает. Человеку отрезало палец. Что ему надо сделать? Ему надо положить палец в холодильник. В морозилку. Чтобы он замерз. И потом искать микрохирургию. Микрохирурга, который бы пришил палец. Видите, сколько действий. А если ты будешь сидеть его, приставлять этот палец вот так, сидеть, приставлять его, приставлять, он не прирастет. Видите, не всегда возможно сразу решить вопрос. Нужно сначала сделать внутреннюю работу над собой часто. И это 90% случаев жизни. Внутренняя работа, потом уже действие. Ребенок 6,5 лет говорит, что живет, а радости жизни не испытывает. Говорит, ему мало свободы от природы. Да, есть такие люди, у которых определенный канал есть психический, называется шукродату. Он, когда поражен, человек не чувствует счастья просто. Вот пусть он даже маленький ребенок, он может быть, этот канал может быть поражен. Часто такие люди становятся наркоманами. Потому что не хватает энергии счастья. И этот канал очищается с помощью молитвы. Человек начинает молитву, и у него канал вот этот, связанный с счастьем, шукродату, психический канал тонкий. Он очищается, и человек испытывает счастье. Вот я каждый день его очищаю, этот канал. Он мне не поражен, правда, с рождения. Он все равно не помешает молитвой, как бы, почистить этот канальчик свой. Также ребенку можно сесть рядом с ним, сесть, он садится рядышком, ты молишься, включаешь голос святого человека, и ему становится легче. Подскажите, как мне брать, бросить курить? Как себя настроить? Настраиваю, все равно сдаюсь. Вы поймите, такую вещь не надо вообще бросать курить. Вообще не надо. Вот я проводил исследования тех людей, которые слушают мои лекции, в основном все бросили курить, ничего не делая. Они просто работали над собой до такого времени, пока счастья не становило достаточно в сердце, чтобы сигарета вообще перестала быть нужной. Нужно просто развивать внутреннее счастье. Не надо бросать курить, потому что человек курит от нехватки счастья. Это просто искусственный способ забыться, снять напряжение. Но если человеку достаточно счастья в сердце, то он бросает курить. Поднимите руку, кто вот бросил курить, просто слушай лекции. Ну, пожалуйста, видите. А кто усилием воли бросил курить, поднимите? Ну, видите, меньше людей. Ну, такие тоже есть, это возможно. Опять же, усилием воли, так же означает, человек начал слушать лекции, слушал, у него счастье уже более-менее нормально, он чувствует, уже побеждает. И нокаут сделал сигарете. Бабам съей в последний момент. Когда стал сильным уже. Ну, как человек может бросить усилием воли курить, если у него не хватает счастья? Он бросит, потом опять начнет, потому что счастья-то не хватает, надо как-то замещать его. А если бросил и не начал, значит, уже счастья хватает. Как понять, готова ли ты к отношениям, если парни ухаживают о холод внутри? Холод внутри часто бывает от того, что ты бросила кого-то. Если женщина бросает близкого человека, у ней холод внутри. Этот холод проходит с помощью раскаяния. Надо по тем отношениям разобраться, раскаяться в том, что было. Тепло из сердца начинает идти у женщины. И тогда приклеивается человек, не бросает. Если женщина чувствует, что у ней холод внутри, она не может приклеиться никому, родственных отношений чувств не хватает, значит, она разрушила насильно свою семью прошлую. Она должна раскаиваться до тех пор, пока тепло из сердца не пойдет, не откроется краник любви из сердца. И тогда приклеивается уже человек. Если женщина холодышка, холодная, то никто не приклеится. Мужчине нужно только тепло. Он, когда тепло это чувствует, становится ручным сразу. А если нет тепла, значит, ему не надо, он сексом позанимался, ушел, все. Как наладить отношения с мамой под одной крышей, чтобы была гармония? Надо сначала сделать дистанцию. Надо молиться об отношениях, желать ей счастья. Вот я сколько ни говорю, вы этого не делайте, потому что это надо усилия совершить. Вот сесть дома, подумать о маме, и прости, пожалуйста, прощай, и так далее, и слушаем голос святого человека, молимся. И с мамой отношения строим в сердце. А внешние подальше от мамы. А в сердце очищаем, очищаем, и в конце концов чистое отношение устанавливаем с мамой в сердце. И внешне очень аккуратно, просто здравствуй, мамочка, и без лишних разговоров. И постепенно, постепенно вы найдете общие возможности. Вот об этом мы не говорим, об этом говорим. И вот какую-то дистанцию выбрали, к которой можно жить, и живем на этой дистанции. Чаще всего люди просто сами хотят что-то от мамы. Мама не может это дать, нервничает, в результате человек страдает. Сам же лезет, и сам же страдает потом. Надо счастье не от мамы искать, а от Бога. А маме просто служить. И тогда отношения восстанавливаются. Видите, все одно и то же. Одна и та же песня во всех отношениях. Мы хотим счастья не от того, от кого надо его искать. Лезким людям нужно просто служить, а счастье брать от Бога, от духовной жизни. Что происходит с душой, когда чувствуешь, чувствуешь, что произойдет, а не замечая, что, как будто переломный жизненный момент. Да, значит, это переломный жизненный момент происходит. Человек чувствует все моменты в своей жизни. Жизнь подсказывает. Это подсказывает. Человека назвал упрямым на лекции, и он теперь не может слушать мои лекции. Человек не пришел на лекции, он не может слушать, и передал записку, что ли. Что произошло, Олег Геннадьевич? Вы передайте ему мои извинения. Скажите, что лучше пусть не слушает мои лекции, потому что я сам вот такой же, как я его назвал. Вот, буквально, не все сказал. Вот, скажите, что я сам такой человек, поэтому таким его назвал. Пусть слушает лекции кого-то другого, более возвышенных людей. Передайте ему такое. И ничего страшного, что он не слушает мои лекции. Может, есть много лекторов, можно разных лекторов слушать. Скажите, что я его люблю. Спасибо ему за эту записку, что он очень сильный, хороший человек. Написал правильные слова. Я не должен оскорблять людей, говорить какие-то глупости про них. Спасибо ему за то, что он дал обратную связь. Передайте ему. И он будет, начнет слушать мои лекции. Но вы ему об этом не говорите. Какое имя лучше выбрать для девочки, рожденной в конце декабря? Я не знаю. Остановились на имени Альбина. Так тетю мужа зовут. Также понравились имена Ульяна, Полина, Алина. Ну, вставайте где, кто пишет. Вставайте. Это ваша девочка? Ваша дочка? А? Вы ее усыновляете, что ли? Нет. У вас вы беременны? Да. Ага. Все. Теперь понял, куда смотреть. Так. Альбина, Альбина. Ульяна, Ульяна. Полина, Полина. Полина, Алина. Угу. Лучше всего Полина. Это мягкая, а у нее психика очень мягкая, и ей подходит это имя. А Альбина немножко вызывающая для нее. Вот вы сейчас скажите ей, ты Полина, и у вас в животе станет хорошо. Спокойно. Давайте. Дети все чувствуют, даже в животе. Огромный страх, что любимый человек предаст выбереть другую девчонку. Значит, так и может быть. Даже во сне это снится, и такое сильное чувство, что проснуться не могу, как будто жить больше не хочется. В прежних отношениях меня предавали. Возможно ли эту сжечь, эту силу, самскару? Возможно, я предала, предала кого-то в этой жизни. Видите, все, вы правильно говорите. Ну, всегда это, меня убивает это состояние. У каждого человека есть такие вещи. Мне, например, не нравится сдавать экзамен. Я, когда плохо себя чувствую, я сплю, и мне 50-й раз уже в институте сдаю экзамен какой-то во сне. Мне уже 50 лет. Я учился 30 лет назад, но постоянно опять сдаю экзамен тот же самый. Я потом думаю, ну нормально, сдаю, сдаю, что какие проблемы. Вы знаете, вы молитесь просто, слушайте звук святого человека. Ну, у вас есть объем работы, близкий человек может предать. Еще есть время. У вас есть время. Видите, вам Бог заранее дал как бы знания. И вы молитесь до тех пор, пока страх на дне начнет уменьшаться. Меньше, меньше, меньше будет. Потом бац, совсем пропадет. Кто написал записку, есть? Ну, вставайте. Микрофончики и давайте. Вот, замечательно. Слушайте голос. Повторяйте. Я желаю всем счастья. Под их звук. Сними, повторяйте. Чё, 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 слушайте голос внимательно. Как они повторяйте? Громче. Повторяйте, повторяйте. Отлично. А вот теперь скажите, вот вспомните, что вас он бросит. Сейчас вспомните. Память слабее стала? Чуть-чуть. Вот и всё. Вы три раза повторили всего. Представьте, если вы два часа так будете повторять, у вас там в этой памяти почти ничего не останется. Да, а потом опять новый объем работы выходит, вы опять сжигаете. И так каждый день. И в конце концов наступит что? Кончится вся эта плохая карма. Совсем кончится. Понятно? У вас просто нет опыта в думке, если возникло опять, значит мне ничего не получается. Нет, у вас всё получается. Вы просто продолжаете, продолжаете, продолжаете. И в конце концов всё заканчивается. И всё. Вот сейчас вы начали правильно слушать звук. И как они повторяете. Всё, значит у вас всё будет сгорать. Я это почувствовал прям. Вы тоже почувствовали. Меньше стало. Видите, у вас не хватает веры просто и всё. В этом проблема. Объем работы есть, надо работать. Вот и вся проблема. Что делать, когда близкий человек впадает в состояние безумия? Нужно дистанцироваться от него. Уезжать куда-то, если он дерётся там. Если ему нужна помощь, помогать. Если человек впадает в состояние безумия, значит у него есть психическое заболевание. Оно лечится с помощью поста. Психические болезни лечатся постом. Статическими упражнениями. Хатха-йога. Психические болезни лечатся с помощью молитвы. В неподвижном положении тела. Психические болезни улучшаются состояния, если человек гуляет по лесу. Идёт по лесу. Длительно идёт по лесу. Радуясь лесу. То есть очищается психика. Восстанавливается. Крепче становится. Человек обретает силу психическую. Можно обратиться к нам в центр. У нас есть лечение камнями. Психика тоже восстанавливается. И если он агрессивен, тогда надо как-то дистанцироваться. А если он нуждается в помощи, помогать ему в это время. Но самое главное, надо лечить. Человек болен, надо лечить. Если он впадает в состояние безумия, значит у него есть начало психического заболевания. Началось психическое заболевание. Не могу понять, почему меня все бросают. Два развода. Сын вырос и тоже не хочет жить со мной. Вставайте. У вас неправильно работает чувство собственного достоинства. Вы не можете воспитывать людей. Вы унижаетесь в отношении. Когда человек унижается, тогда рядом тот, кто с ним находится, он агрессивно начинает совесть. Вы обижаетесь или унижаетесь. А надо учиться видеть хорошее в людях и чувствовать достоинство. Обычно люди унижаются, когда они ждут на себя отношения. Вам надо научиться заботиться о людях и не ждать ничего взамен. Когда человек заботиться начинает, он копит чувство собственного достоинства. Вот вы, допустим, в близком человеке заботитесь, но не из-за страха, что он вас бросит, а просто из-за любви. И у вас копится чувство собственного достоинства. Если заботитесь из-за страха, то вы теряете себя. Как бы униженной становитесь. А если вы из любви заботитесь, при этом ничего не желает взамен, вы копите силу внутреннюю. И когда вы из любви заботитесь, он говорит, я тебя бросаю. Вы говорите, ну смотри, кто еще о тебе будет заботиться. Ну и он так подумает, может не надо, действительно жена заботится и счастлива как бы со мной. Видите, вы унижены означает сильное желание получать счастье от этого человека. Когда мы сильно хотим от кого-то счастье получать, люди уходят от нас. Вот сейчас я приведу вам пример, садитесь. Вот смотрите, я долго так не буду делать, а то ползала уйдет. Но я сейчас буду в этом настроении читать лекцию, что я хочу, чтобы вы слушали меня, а не хочу вам давать любовь. Просто хочу, чтобы вы меня слушали. Я рад вас так всех видеть. Вам нравятся мои лекции, да? Спасибо. Видите, уже хочется уйти, да? Так? Пока еще нет? Ну скоро захочется. Кому уже захотелось, поднимите руки. Вот сейчас два слова сказал, вон уже пошло. Понимаете? Ну это невозможно терпеть, понимаете? Вот это невозможно терпеть вообще. Но ни один человек не выдержит. Нужно просто вот отпустить людей и дарить, дарить, дарить им любовь и все. И больше ни о чем не думать. Тогда наступает гармония. А если ты хочешь, чтобы кто-то остался рядом с тобой, у тебя слюни текут, тогда все, люди уходят. Станьте самодостаточной, понимаете, в сердце. Сейчас не надо думать о том, чтобы кто-то был рядом. Вы сильно скучаете постоянно о том, чтобы кто-то был рядом. Станьте самодостаточной, учите любить людей. Живите счастливо одна, развивая себя в отношениях с подружками, с родителями. Служите всем, заботьтесь. Даже если кошечка там на площадке, накормите ее. Всем служите. И женщина становится самодостаточной, счастливой, румянец на щеках. Она такая несчастная. Будет уже несчастной такой. Понимаете? Должна быть счастливая. Вот смотрите на меня так, что и как будто я должен как бы на вас обратить внимание, а как будто вы такой уникальный человек, что мне за счастье на вас посмотреть. Вот смотрите на меня так. Что вы как бы человек такой, вы раздарите счастье, вы хороший человек такой. И вы как бы не нуждаетесь ни в чем. Вот какая красивая становится, а? Молодец. Все. Супер. Я уже смущаться начал даже. Не надо так смотреть женщине ни на кого. Надо смотреть радостно, счастливо, дарить любовь всем, активную жизненную позицию. И все, и мужчины будут сразу краснеет, бледнеет. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Встанем над рекою, зорь киною встречать. Никто не будет краснеть, бледнеть. Вот, молодец. Правильно. Старайтесь. Не поддавайтесь этому чувству малодушия. Эта молитва помогает. Нужно накопить силу. Понимает человек, в чем проблема людей. Вот кто слушает давно мои лекции, Олег Геннадьевич говорит, Мне не проблема понять, что надо рано вставать. Не проблема понять, что надо прощать, просить прощения. Мне нет проблем, чтобы понять, как правильно питаться. Нет проблем, чтобы вовремя ложиться спать. Нет проблем, чтобы молиться. У меня сил на это не хватает. вот чем проблема человек у нас не хватает душевных сил силы берутся из отношений со святостью вот что главное человеку не хватает силы если человек эту силу копит внутри у него все потом получается в жизни но в это надо все силы своей внутреннюю силу всю энергию вкладывать и сегодня с утра устал стал медическом храме лекцию я там как бы немножечко так лишь все силы высосы я устал решил такую качаюсь такой все сил нету сел такой неподвижно включил голос святого человека начал молиться несмотря на то что не хочу молиться думал сейчас спать будут нет сейчас пять минут посижу помолюсь через десять минут уже так силы больше 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 потом раз и все я ожил то есть голос святого человека меня оживил полностью я стал крепким таким здоровым сильным радостным как маленький ребенок он такой сисью сосет отваливается уже такой счастливый накачался силой любовью мамы то есть он сосет вроде молоко но он качается свет еще любовь матери понимаете он получает все сразу так человек накачивается молитвой сначала такой несчастный кричит плачет ему плохо надо включить голос возвышенного человека начать слушать повторять вместе с ним и все и счастливый опять несчастная стала что такое накачивайте себя счастьем через молитву запустила ситуацию своей жизни зачем становиться несчастной надо быть счастливой изнутри и тогда все мужчины попадают такого у женщины вообще такой идеи не должно быть что она одинокая одиночество для женщины означает не хватает женской силы но как так может быть чтоб женщина была одинокая даже если не положено замуж выходить то у нее если у нее есть женская сила у них куча подружек все хотят ее видеть потому что она источник красоты и счастья и любви как она может быть одинокая одинокая означает ленивая душой больше нет никаких причин быть одинокой лень в душе не хватает энергии дарить любовь другим отсюда одиночество или перенапряженная из-за того что себе сделала большой обязательно диссертацию пишем пять работ квартиру копим ипотека силы есть как бы но они тратятся не туда куда надо в результате женщина опять истощена и она не нет близких отношений от части в жизни все она несчастная тоже и туда энергии идет нет знаний как жить правильно как есть такая пословица в невежестве а если водка мешает работе бросил нафиг работу свою женщина должна все побросать ей должна наставить должна свою личную жизнь на первое место зачем это все надо